Друзья, всем привет! Всем доброе утречко! Как вам такое утречко? Мы хотели встать пораньше с мужем и погулять здесь по всей вот этой зоне. Там парк, в гору можно подняться. Но из-за некоторых, всем нашим планам не судьба осуществится. С детьми куда-то ездить, это просто какая-то жесть. Да, мы все-таки уговорили детей сделать хоть один кружок вокруг отеля. Друзья, многие из вас в комментариях просят меня указывать цены на все и название тех или иных мест или отелей. Но я, к сожалению, не могу это делать. Я никогда не запоминаю, я даже не смотрю никогда, как, что называется. Если вы прилетите на Чеджу, вам дадут миллион там буклетов, где вы все-все-все найдете. А по ценам я тоже не в курсе никогда, что, сколько стоит. Это раз. А во-вторых, мы летали в сезон коронавируса и в не сезон, так сказать. Поэтому, если вы полетите летом, например, и цены будут уже в два-три раза как минимум дороже. Поэтому смысла сейчас про цены писать вообще нет. Мы за билеты на самолет заплатили там по 20 долларов буквально. Но это смешно. Мы слетали очень дешево, просто очень. А, отсюда видно пляж Чунгун. Вот можно здесь сидеть на лавочках и любоваться на пляж. Смотрите, какой пляж. Шум моря. На этом пляже уже не белый песок, а такой коричневый, бронзовый. Поэтому и цвет воды немножко другой. Но все равно он очень такой, прям изумрудный. Очень красивый цвет воды. Лава, вон, видите, лаву видно. И кристально чистая водичка, кристально чистый, огромный-огромный пляж. Повторюсь, этот пляж обожает молодежь. Семьи с детьми здесь не отдыхают в основном на этом пляже, потому что здесь волны большие. Обычно, но сегодня вот спокойно. А сейчас мы еще поедем на пляж Хёпче. Это мой любимый пляж Хёпче. И покажем вам еще один пляж. Такая вот, друзья, красота. Неимоверная. Такие же отели есть и в Сокчо, в Канрине, куда мы обычно едем на Японское море. Тоже есть такие отели. И морюшка выглядит так же. И лететь никуда не надо, два часа от дома. Но здесь, конечно, более такая к тропикам приближенная. Зелени больше, мне кажется. Пальмы какие-то. Там пальм нету, конечно, на Восточном море. Мне вот, я к пальмам как-то вообще равнодушна. Мне нравятся вот эти вот ели. Прямо. А птички-то птички, как на Филиппинах. Филиппинга, то есть, я ссори. Качи. Привет, как? Пахнет даже через маску. Даже через маску пахнет. О, там какой мыс. Скала, обрыв такой. Очень красиво. Везде вода бирюзовая, прозрачная. Никаких фильтров не надо. Просто обалдеть. Так, ну эти, наверное, проголодались уже. Повели папу быстрее-быстрее в машину. Поехать, пожелать. Указка Ангелину воспитывать. Она сегодня нам с утра устроила. Пердоминокль. Истерила там. Вот опять камелия. Здесь такие огромные птицы летают. И какие-то прям экзотические. Таких нет у нас. В Сеуле. Тут вот бамбуковая роща пошла. Бамбук на ветру очень прикольно шелестит. Такой звук, прям мелодия. В сочетании с птицами. Это надо просто вот так, друзья, встать. Чтобы все ушли. И послушать эти райские звуки. Здесь еще есть, друзья, вот такая какая-то барная стойка. Наверняка летом все функционирует. И вот такие столики. По-моему, за ними можно жарить барбекю. Да-да-да, это грили. Это грили. Грили. И вот там детская площадка. Есть. Здесь, друзья, очень удобно, что все дорогие, хорошие отели. Они сосредоточены все в одном месте. Это вот тоже пятизвездочный отель. Какой-то суит. Это вот Шила. Шила, она вот такая, как вилла и больше выглядит. А здесь есть казино вот в Шилле. И у Шиллы там тоже очень красивая территория. Море видно. Все, в общем, все вот рядом с нашим отелем, где мы останавливались. Также здесь сосредоточено большинство музеев всяких разных, куда детям будет интересно сходить. И музей Шоколада, и музей Тедди, Мишек Тедди. И, в общем, все здесь. Вон там он находится рядом. Музей Кейпопа даже есть. В общем, это такой более цивильный, так сказать, отдых. Кому нравится. Нам такое не очень нравится, поэтому... И вот Кейпоп. Очень много всяких природных парков, водопады, всякие, друзья, тропические леса. Все это в огромном количестве есть. Просто дети у нас ходить отказываются напрочь. Если бы без маленьких детей, то здесь красивых парков очень много. Да, здесь полно лошадей. Да, там много, да. О, Боже. Гелина, зачем мы тебя взяли с собой? Это была самая большая ошибка. Друзья, ехали на пляж и по дороге увидели вот такой вот миленький какой-то очередной аттракцион. Что-то связанное с зеленым чаем. Мы тут не были еще, поэтому решили заехать. Посмотреть, что здесь. Смотрите, какая милота. Ах, и отсюда тоже видно море. Отовсюду видно море, оно же здесь вокруг, это же остров. Ага, здесь продают еду, чтобы кормить. Там то ли козлики, то ли овцы, я не помню. Не поняла я, кто тут живет у них. Такая вот красота и сплошная милота. Даже Харубанчик и тот в каких-то ярких шишечках. Козел какой-то горный. Козел, привет. Ой, хрямка, хрямка. Ой, тут сколько. Хороший, что ли? Прям как в деревне Хохол. Ого, я тут, я тут, я тут. Самый голодный. С бородой. О, вонючки. О, вонючки. Он когда боится. Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Этот козел самый наглый. С бородой. Ну, в природе так. Даже урночки, видите, здесь в такой стилистике все прикольное, выдержанное, веселенькое, детское. Мило. И вон там идут плантации зеленого чая. Здесь можно им угоститься, по-моему, даже. Прям, прям с куста. Ааа, музыка играет в моей молодости. Сейчас расплачусь. Обожала эту песню раньше. Когда только приехала в Корею. Ну, хватит, пойдем. Козел все ждет, стоит. Это что, горка для козлов? Друзья, для козлов есть норито. Площадка детская, козлячья. О, это музыка. Отсюда. Офигенная песенка. Ну, папа подпевает. Дети тоже не знают такую музыку. Гамаки. Как-то прохладненько. Еще утро. Это оставляют, да, люди, которые здесь бывают. Пишут пожелания. Прикольно. Смотрите, как выглядит чайный столик. А, здесь никого нет. Здесь самообслуживание. Капец, сколько народу здесь побывало. Вы только посмотрите. Они все облепили. И тут все исписали. Да, это все плантации чайные. Короче, друзья, здесь просто огромный-огромный парк. И тоже нужно гулять. Наслаждаться. Ой, как холодно. Друзья, это просто черную лаву. Покрасили, видите, краской. Получилась она вот такая вот яркая, цветная. Это все лава. Харубанов здесь на острове больше, чем людей. У Ангелина сегодня ПМС. Она скулит, ноет. Бычит, короче, с утра пораньше. Какая-то жесть. Бывают вот такие дни иногда у нее. Раз в месяц где-то. Вот и потом скажут, что ребенок. И не может у нее быть ПМС. Но он есть. Сейчас бы завалиться в эту травку. Как красиво. Везде-везде фотозоны. И там вон сердечко тоже фотозоны. В общем, как всегда, все для парочек. Как мне нравятся эти деревья, камелия. Они как будто искусственные. Такие красивые. Сейчас она уже, конечно, отцвела немножко. Блин. Такие мощные листья, цветочки. Очень красиво. И, друзья, вот так вот растет чай. Который вы все пьете. Зеленый чай это еще не жареный чай. Когда его пожарят, будет ваш черный чай. Друзья, этим плантациям не видно конца и края. Это нужен дрон, чтобы вот так подняться. И с высоты это все заснять. А, к сожалению, у меня нет дрона. Пока. Я очень хочу его купить. В следующий раз, когда приедем на Чеджу, приедем уже с дроном. Вот куда с ними ходить? Он всю дорогу ноет, что ей тяжело. Ножками она ходить не хочет. При том, что мы только зашли сюда, даже 10 минут не прошло. Она уже не сна. То есть она проходит вот так 50 метров и все. И больше она не может. Не физически. Сейчас бы здесь Ханби был, они бы здесь остров пробежали бы за полчаса весь. Вот иду. А просто ей не нравится. Не интересно. Кошмар какой. Просто жесть. Там много еще дорожек. Много красоты. В общем, приезжайте. Гуляйте, если хотите. Друзья, Софья нас привезла за каким-то пудингом. Нашла в интернете какой-то очень знаменитый пудинг. Прям все на Чеджу до его обязательно едят, покупают. Друзья, как это мило. Минимализм. Все, как я люблю. Садин. Ань, дай, 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 дай. Вот так вот просто, друзья, и выглядит одно из самых популярных мест на Чеджу. Интересно, даже теперь стала попробовать, что же это за пудинг такой знаменитый. О, друзья, здесь по дороге встретили такое милое кафе. Смотрите, как здесь миленько. Ну, такая еда, которую мы не едим. Европейская кухня какая-то. Просто вот такие старые-старые улочки. И везде какие-то кафешки. А это что? А это гамбургеры. Еще лучше, блин. Есть и просто дома, где люди живут. Это вот настоящие чеджитовские дома. Старинные. Видите, какие красивые. Варламу обувь катила. Он любит старье. Так, Софья хочет попробовать пудинг. Смотрите, как она. Чува, смотрите, как они миленько выглядят. Ну-ка, давай. Ну, к чаю. Мать-ча. Зеленого чая. Пульсомогу сам. Вкусно? Приехали, друзья, на пляж Хёпчэ. А здесь реновация полным ходом. Все переделывают. Все ремонтируют. Опять же, застелили песок. Сеткой вот такой, видите, чтобы не улетал. Ну, вообще, здесь именно семейный пляж, так как неглубоко вода. И с детьми купаться очень круто. Отдыхать. Сейчас покажу поближе сам пляж. И песочек здесь беленький. Беленький-беленький, мелкий-мелкий. Молодцы корейцы, видите, заботятся даже о песочке. Укрыли все. Это так по-корейски, блин. Каждое деревце укутать. Каждый там песочек укрыть. Посмотрите здесь, какого цвета вода. Из-за того, что песок белый. Вода прям вообще. И вот такой пляж. Выглядит сейчас все не очень, потому что... Потому что не сезон. Летом очень красиво здесь. С детьми самое то. Прям бассейн такой. Небольшой пляж. В принципе, здесь на Чеджу очень много таких маленьких. именно пляжиков. Все-все-все сделано из лавы. Она смотрится очень стильно, кстати. Эта лава черненькая. Все, как я люблю. Черненькая и такая вот. Пористая. Не скользко. Не нужно делать никакие там к ней эти... Тормозки. Чтоб не скользила она и так не скользко. Как пенза. Друзья, заехали в какой-то ресторанчик. Сейчас будет очередная трапеза. Вы сказали много снимать еды. Буду много снимать. Ой, у них там чесночок растет. Друзья, вот так вот выглядит ресторанчик. Нам выделили отдельную комнатку такую вот. Там есть столы со стульями. И вот так вот, как обычно, есть на полу. Здесь вот есть такая традиционная мебель. И тоджаки традиционная. Тоджаки на русский переведу потом со словарем. И вот так выглядит меню. На одного человека 12 тысяч вон. Это 10 долларов. 10 долларов за одного человека. Мы всегда заказываем на троих. За Ангелину никогда не платим. Потому что она маленькая. Но все так делают, не только мы. Подождем, что нам сейчас принесут. Мне кажется, будет очень вкусно. Начинают подносить еду. Божечки мои, какая вкуснотища здесь. Янчоусы. И что-то непонятное. Здесь, друзья, я много не рассказываю про еду. Потому что очень много непонятного. И того, что я вижу в первый раз. Тут какие-то вот бобы. Но все очень вкусно. Правда. Друзья, смотрите, что нам принесли. Это осьминог. Такой жареный с капустой, с овощами. В остреньком соусе. И это маленькие жареные рыбки. Выловленные на острове Чеджи. Боже. Если бы вы знали, как это пахнет. Вы бы сейчас просто умерли. Божественное. Это бульончик вот такой из водорослей. Смотрите. Вот она. Вкуснотень-то. Вау. Вот это самое вкусное, друзья. Корочка вот такая. Уже ставить некуда. Все приносят и приносят. Это сует. Это мясо. Это мясо. На пару я уже показывала вчера. В общем, здесь свинина вообще очень популярна. Прикольно у них вот эти вот цитрусы растут. Маленькое-маленькое, малюсенькое деревце. И уже такой огромный на нем цитрус. Здесь волшебная земля, конечно, говорят. Очень она плодородная. Все, друзья. Как бы ни было грустно, но мы улетаем домой. Привезли. Вот сейчас сдали нашу машинку. Сейчас сядем вот в этот автобус. И поедем в аэропорт. Папа наш, как Плюшкин. Капец. Постоянно что-то шелестит, шелестит, шелестит. Что-то собирается рваные мешочки. Кошмар. С кем я живу? Кем я живу? Да. Сейчас это навернется. Да. О, боже. Дом, дом, милый дом. Да здравствует. Времени, друзья, сейчас 21.30, полдесятого уже. Друзья, все, всех вас целую. Всем до новых встреч. Мы пойдем уже укладываться. Все устали, просто капец как. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, вам было интересно, вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.